Облом. Опять я сам себя обманул и вас всех обманул. Александр написал, видно и слышно. Ура! Я неделю назад был глубоко уверен, что наконец-то все-таки перейдем к частностям, то есть к конкретным объектам. Добрый вечер, Ксения! Ура! Плюс-плюс. Вот, ну и где-то первые 3-4 дня я так и думал, но в понедельник случилось у нас мероприятие, которое в некоторой степени меня даже выбило из колеи. И мне просто появилась необходимость поделиться вот этими действиями. Ну и я думал, что уложусь в первые 10, 20, 30 минут, а все остальное можно оставить на рассмотрении конкретных объектов. Но, когда я начал готовиться, готовиться к этой теме, к этому выступлению. В общем, сегодня 22 слайда. И вот все они посвящены вот этому, тому, чему я вам хочу рассказать. А это две части. Первая часть – это различия между гидрометеорологическими и гидрометеорологическими взысканиями. Такая странная тема. Но я попытаюсь объяснить, почему появилась эта тема. Эта тема как раз появилась вот из-за... ...из-за общения с топографами в понедельник. И она напрямую полностью связана с процессами в гидрометеорологическими взысканиями. Вот. Возможно, вы помните, что... Вот сейчас мы как раз недавно, несколько дней назад, выложили проект стандарта инженера-гидрометеоролога. Очень важная тема. Вот. И вот мы этот стандарт выложили. И сейчас то сро, в котором вот я общаюсь, подвязываюсь, которым я помогаю... Это вообще-то странная там ситуация. Это другое сро. Это не то сро, в котором состоит моя организация. Но это не важно совершенно. Вот. Ну, такой вот активный сро, который выиграл тендер на написание проекта стандарта инженера-гидрометеоролога. И мы его сделали. А сейчас они, значит, планируется, что будет после этого уже стандарт не изыскателя-инженера, а процессов гидрометеорологии. При гидрометеорологических взысканиях. Стандарт процессов. И не просто при гидрометеорологических взысканиях, а вообще при всех изысканиях. Ну, гидрометеорологическая часть как бы условно относилась ко мне. Вот. Но перед вот этим шагом, по-видимому, 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 те, кто заказывает вот этот стандарт процессов инженерно-гидрометеорологических, они не знают, как сформулировать хорошее, внятное, понятное техническое задание, в котором было бы последовательно написано, что должно быть на выходе. Как это должно быть оформлено, из чего это состоит, и что это вообще такое. И, в общем, всего такого они не знают. Поэтому сейчас они сделали такой тендер, и вот наша сроки уже выиграла, который называется разработка программы. Программы для разработки стандартов процессов. Вот. И вот была у нас первая встреча по поводу процессов, по разработке программы, по разработке стандарта процессов в изысканиях. И там было нас трое. То есть, там, начальник СРО, или как директор СРО, доктор наук, топограф, который вообще, ну, просто прожженный топограф, который, ну, просто суперспециалист. Потом его заместитель. Михаил Степанович, здравствуйте. Вот, ну вот, теперь можно уже начинать. А, нет, еще 58 минут, да? Ну, неважно. Я от вступления такое рассказываю, вот откуда появилась необходимость рассказать сегодня об этом. И вот мы три человека. Значит, доктор наук, топограф, профессионал, директор СРО, зам директора СРО, кандидат наук, геолог, и я третий. И вот мы втроем обсуждали, как же мы будем решать, потому что тендер уже выиграл, уже надо что-то выдавать. И мы решали, вот, что же будет представлять собой вот эта программа для разработки стандарта процессов на гидрометрии, на изысканиях. И у нас выяснилось, выяснилось, это я буду рассказывать сегодня вот попозже, что у нас воззрения разные, что у нас изыскания, вот мы воплорились, каждый в своих изысканиях, в топографических изысканиях, в геологических, в инженерно-гидрометеорологических, каждый считал, что он уже в этом что-то немножко понимает, какой-то есть опыт, вот, и мы, оказалось, что на уровне, кстати, стандарта изыскателей у нас получились похожие. А вот на уровне стандартов процессов у нас получилось разное. Здравствуйте, Наталья. Ура, приветствую всех. Итак, начинаем. И поэтому появилась необходимость, вот у меня, по крайней мере, вот этот материал, вот эти различия, которые я вам сейчас в табличке расскажу, я их, как бы, всем привет, Антон, ура! Ну вот я поделюсь тем, что я подготовил вот вот эти различия. И там они складываются в очень интересную систему, на мой взгляд. И она, на мой взгляд, очень полезна будет нам. На Зиле добрый ветер всем. А вначале начинаем с двух конкретных вопросов. Один конкретный вопрос, как раз, который задала на Зиле, вот, и, мало того, даже два раза. Первый раз, еще неделю назад, я ответил лично, но сейчас вот рассказываю всем вместе. И вот все это едино, вот эти два конкретных вопроса, затем различия гипнозических и гидрометерозных изысканий и процессы гидрометерозных изысканий, у меня вот получилось, как бы, все едино. Все это получится, на самом деле, одна большая тема, коллеги. Но, предупреждаю, что, в общем-то, опять это моя болезнь, я знаю эту мою болезнь. Григорий, добрый ветер. Приветствую всех. Вот, я знаю мою болезнь, что я, ну, мой основной метод, это просто, просто вот, без остановки, болтать, болтать, болтать то, что я хочу. Ну, вот, боюсь, что сегодня опять будет в этой мужественной. Но, тем не менее, готовьте вопросы, вот, давайте вопросы и будем обсуждать, как по этим темам, которые мне просто, тут видите, у меня каждую неделю, каждый месяц всегда опять новая идея, и она кажется самой-самой главной, такой вот, самой-самой насущной, которой очень-очень-очень хочется поделиться с вами. Вот, а потом она уже становится какой-то такой, уже устаревшей через пару недель, и уже появляются новые идеи. Коллеги, так вот сейчас вот эти две идеи, они основные. Но, тем не менее, сначала два конкретных вопроса. Первый вопрос без ответа. Вот, синеньким это значит от вас, а черненьким будет, это от меня. Так вот здесь черненьким нет, ответа нет. Почему? Потому что есть разные вопросы, которые можно расклассифицировать по разным критериям. Вот, есть, ну, по крайней мере, два критерия. я вам сейчас скажу. Первый критерий, это то, что вопрос такой вот по существу, такой глубинный вопрос, к которому уже есть ответ. Это правильный ответ, это правильный вопрос, хороший вопрос. И в данном случае вот этот тот самый вид блестящего, хорошего вопроса. Потому что здесь вот настолько все так прописано, что по сути это просто уже готовый ответ. Просто он сформулирован, что типа подтверди, согласен? Ты тоже так думаешь? Вот, это первый критерий. И второй критерий, это глубина вообще вопроса по сути. Потому что, как вы помните, я рисовал такой, это можно оформить по-разному, но когда-то я показывал в форме такого треугольника, то сначала у нас есть цель конкретная, конкретного гидрометозаскания, потом она превращается в техническое задание, в котором, естественно, те гидрометеорологические характеристики, которые нужно дать в данном случае. затем она превращается уже все шире, шире, шире уже в методы, набор методов, с помощью которых мы будем получать эти гидрометохарактеристики. Это следующий уровень, это уровень программы работ. И затем уже идем дальше, то уже появляются там всякие разборки с каждым конкретным методом. А какие нужны для этого исходные данные, какие здесь надо вставлять коэффициенты, правильную ли формулу мы взяли, или надо другую формулу, правильно ли мы проверили, вообще похож ли результат на правде. Вот такая вот иерархия. Так вот этот вопрос, он еще хорош тем, что по этой схеме он хорошего высокого уровня. Итак, мне задали вопрос, есть проект по устранению дефектов полотна моста. Ведь уже проект. Изамена труб в теле дороги, так как трубы не справляются. Трубы не справляются, кстати, это тоже кто-то откуда-то узнал, это важно. Вода заставится, некоторые трубы заложены очень низко, ну, это вообще так, столько истерств, вот здесь вообще вот так много можно на эту тему сказать разного. Вот. Вопрос в следующем. Они спрашивают, нужно ли, а вопрос вообще о другом. Вопрос. В общем-то о другом. То есть, исходные данные хорошие, понятные, это фактически сделано мини-исследование, это по фото я судил. А, это вы сами определили, назили, да? Вот, то есть, это вообще-то, на самом деле, вы уже сделали мини, это не сказать, что это полное изыскание, для этого надо сначала определить, а что такое изыскание, да? И я сразу даю это определение. Изыскание, есть хорошее длинное определение, но если его свернуть и просто так вот, то это подготовка нужных исходных данных для проектирования или чего-то подобного. Например, для проектирования строительства, для проектирования реконструкции, для проектирования ликвидации. Вот. то есть, это из нашей изыскания, это подготовка исходных данных. И результатом у нас являются эти данные. Вот. Это изыскание. А исследование, это вот может быть все, что угодно. Исследование, это вот просто ответ на какой-нибудь любой вопрос. Вот это исследование. Коллеги, мы с вами, по крайней мере, вот сейчас здесь, говорим только об изысканиях. Здесь есть такая очень четкая грань. Изыскание, это подпроект чего-то. Это ответы на нужные вопросы. Исследование, это на те, на любые вопросы, которые вы сами себе поставили или кто-то вам поставил. Они могут быть без ответа, они могут быть бесконечны, они могут иметь много разных решений. Вот исследование, это много. Вот это наука. Наука, она бесконечна. Вот мы туда не лезем, мы с наукой не справимся. Мы просто конкретно отвечаем, вот на эти ответы. Там есть свои недостатки, то есть, ответы могут быть точные, неточные, вероятностные, конкретные или разные, другие, но мы даем ответы. Вот. Вопрос в следующем. Они спрашивают, нужно ли укреплять опору предпролетного моста. Поэтому вопрос, понятие, нужно ли укреплять, это спрашивают проектировщики. Вот трубы не справляются, это вопрос к гидрологу, который может определить расход подходящий к трубе и гидравлическим расчетам определить, пройдет ли этот расход в трубу при безнапорном или при напорном режиме. Если не проходит, то нужно диаметром посоветовать. Абсолютно точно, Наталья. Правильно. Совершенно точно. Но обратите внимание, то есть, смотрите, вот наше изыскание, это не просто так вот пошел и что-то сказал в гидрологии. наше изыскание, это есть вход, запрос проектировщика и есть выход, ответ проектировщику. И вот в данном случае, если бы все было последовательно, понятно, то тогда проектировщик должен был бы сказать, дайте нам, пожалуйста, вот то, что вы сейчас написали. Там максимальные расходы воды, в каком, пропускную способность современных труб, как они соотносятся между собой, какой режим движения, вот при разных расходах воды, разной обеспеченности, в каком режиме будет проходить эта вода через эти трубы, возможно, сочетать дополнительные какие-то другие трубы, то есть, ответить на тот вопрос, который задают проектировщики. Там автоматически могут появиться другие вопросы, да, по современным трубам, например, что они заложены низко, поэтому не заявляют, а вообще там что-то другое. Ладно. Так вот, это было бы логично, это было бы последовательно, что сначала обращаются в организацию, говорят, вообще можете это делать, да, давайте определимся по техническому заданию, что вам нужно делать. Мы задаем им вопросы, как изыскатели задаем, там очень интересно, там заказчик, он как бы в двух лицах у нас, перед нами, он в двух лицах, одно лицо, это типа лицо, принимающее решение, например, генеральный директор, который вот мы сможем, он нас дергает за ниточки, потому что у него договор с нами, и мы его можем сделать, дергать за ниточки по части исходных данных, которые у него есть, по части требований, которые у него есть, у нас взаимодействие с ним. Но в то же время, там есть второе лицо, которое называется проектировщик, который вот по сути знает, вот то, на что мы должны отвечать. Ну это будет потом, как раз вот логично, последовательно пойдем по этим сегодня путям, я вам покажу картинку, где все это разрисовывал, он специально разрисовал. Вот, и тогда потом появляется, а что за трубка-то, ливневка или какие-то коммуникации? Да, да, подобные Григорию вопросы мы задаем с ним, то есть вот это, и то есть сначала мы не ломимся, точнее как, часто в практике, в реальной, часто именно так и происходит, что мы сразу начинаем отвечать на какой-то вопрос, сразу начинаем разбираться с объектом. Но реально, как сказать, вот если бы все было как надо, то мы бы шли последовательно, мы сначала бы разобрались, где это, что там, куда-куда, что мы делаем, видите? Я с закачками не разговаривал, это вообще с субподрядной организацией, которая им делает что-то. Вот, и вот как раз специально, тогда я сейчас вот сюда вернусь, коллеги, поэтому специально сегодня, специально, так как я хочу вам рассказать процессы в гидрометных газосканиях, я вот ваш вопрос как раз в начале выставил, как вот такой пример, где вы хорошо показали, как, то есть вы отреагировали мгновенно, вот вы здесь все расписали правильно, вы правильно сказали, что, что, во-первых, ради гидрологи решают такие вопросы, да, коллеги, гидрологи не отвечают на вопрос, нужно ли им креплять опоры, коллеги. Еще раз возвращаемся к определению, что такое гидрометозыскание, гидрометозыскание, это предоставление исходных данных проектировщику, если так, очень коротко. И мы эти исходные данные представляем. Решение, нужно ли укреплять опоры, или что-нибудь еще, принимает проектировщик, потому что он опирается не только на гидрологические данные, а на всякие другие, на гидрологические, скажем, да, или вообще какие-то административные у него есть данные, что вот можно или нельзя, и вообще, Джамиля, здравствуйте, вот, то есть, вот здесь вот, то есть, вы сразу на самом-самом-самом высоком уровне совершенно точно определили, что это просто не наша задача, это вообще не наше. Вот, и мало того, мало того, вы расписали, что не знаю, в каком состоянии существует, то есть, это что значит? Это значит, что если мы хотим дать ответ хоть на какой-то вопрос проектировщику, мы должны сделать все последовательно. Вот, и вот в тех процессах, которые вот я пытаюсь сегодня перейти туда, там я прописываю все, кроме финансовой составляющей, кроме взаимодействия договор, там счет, акт, оплата, вот это я все убрал. Я оставил только взаимодействие безденежное, хотя денежное там тоже надо будет потом прописать. Вот, должно быть все последовательно. То есть, очень плохо, когда мы сразу начинаем отвечать на вопрос, когда еще мы не поняли ничего. Поэтому, если очень коротко, то мы последовательно делаем, ну, по крайней мере, три вещи. Первая вещь, это мы формируем ТЗ и не просто ТЗ, а ТЗ, в котором, которое понятно, в котором прописано все, что мы должны сделать. То есть, те крючочки, те вопросики там прописаны. Второй шаг. Мы формируем программу работ, программу работ, в которой мы определяем, как мы будем отвечать на эти крючочки, какие действия мы будем делать. И только, когда мы программу работ составили, только тогда уже начинается все остальное. И там уже остается практически пол дела уже сделано. Потому что, если понятно, что мы делаем, это ТЗ, понятно, как мы делаем эту программу работ, потом уже все это сделать уже легко. Другой, как я поняла, ливневка. Вот. И мало того, вы даже им посоветовали, вот что же сделать. Вот. Нужные выезды и делать отчет. Правильно. И поискание прошлым процессом, и не только прошлым процессом, а вообще много. Почему? Потому что, может быть, лимитирующим будут скорости течения, не в части размывов, а просто в части воздействия на эту опору. Или, может быть, лимитирующим будут наивысшие уровни воды, или ледовые явления. То есть, надо делать все, что нужно. Вот. Поэтому, блестящий вопрос, на который, оказывается, даже и не надо отвечать. Но он у нас сейчас будет очень хорошим трамплинчиком к нашей основной теме, которую я подготовил сегодня. Это процессы как раз в рамках гидрометозыскания. И второй вопрос, это тот вопрос, который, может быть, вы видели, это задали на форуме. Вот. И тут вот такой вот простой вопрос. И вот здесь все наоборот. Здесь вообще все не так, как было у Назили. У Назили был вопрос полный, с ответом. Здесь вопрос, и ничего не понятно. Вот если даже здесь мы спрашиваем, да, у Назили, а вот под что, под чего, да, вот, то здесь вообще все надо спрашивать. То есть, вообще, вот на такие вопросы практически невозможно ответить. Потому что здесь надо вообще спрашивать все, 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 что можно. Еще здесь очень плохо. Как раз второе. И по второму критерию, то есть, по уровню. Тоже это очень плохой вопрос. Ну как, он не плохой, он очень важный. Вот подобного рода вопросы всегда кажутся самыми важными. Коллеги, ну их бесконечное количество. Вот эти маленькие, конкретненькие вопросики, а вот что здесь? Как здесь определить ширину пойма реки? Как выяснится позже, на форуме, там, две с половиной этих, ну, страниц обсуждения, там выяснилось, что оказывается, в общем-то, ей нужно определить не ширину пойма. А в общем-то, ей нужно определить степень затопляемости вот некоторой точки. Вот. Поэтому тут даже вопрос задан неправильно. И еще он задан на самом-самом-самом низком уровне. Потому что вообще-то ей как бы, то есть, надо было другой вопрос задавать. Надо вопрос задавать. Каким способом определить наивысший уровень воды и, соответственно, наибольшую ширину затопления вот на этом конкретном участке? Потому что здесь потом выяснилось, тут-то просвечивает. Коллеги, смотрите. Вот здесь просвечивает. Просвечивает, что здесь не просто вот река Нгарка, Хады, Хады, Таяха. А еще, оказывается, вот здесь вот еще тоже река. Потому что сначала, сначала я думал, что слева вот это, я не понял, я просто посмотрел, мне сначала показалось, что это вот вообще уже море. То есть, я невнимательно был, не посмотрел, что есть. Потом дальше, дальше, то есть, вытягивали, 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 в процессе обсуждения с задачей дателями выяснилось, что тут, оказывается, скорее всего, вообще и не так надо делать. И вообще, скорее всего, вот эта вот большая река, что, скорее всего, она наивысшими уровнями воды, она, скорее всего, сюда и затапливает. Скорее всего, она определяет наивысший уровень воды вот в этой, вот интересующей, вот в этой красной точке. Вот. Так вот, поэтому-то и появился вот весь ужас этого вопроса. Вот, ужас этого вопроса заключается в том, что исполнительница, она попала в эту ситуацию. Вот. И кто в этом виноват? Вот я написал на форуме, я считаю, что здесь вообще-то грандиознейший косяк просто в руководстве, просто в самой постановке, вообще самих инженерно-гиброметеорологических изысканий. По всей видимости, и, наверное, это часто случается, по всей видимости, здесь делается так. Есть начальник, который ничего не понимает, ничего не знает, но он добывает деньги и договора. Есть исполнительница, который говорит, ну все, а теперь ты делай. Вот. а, кстати, тогда надо покрутить, здесь все-таки есть это. Так, тут были ответы, что по Красной Лиме пойма этой реки, хорошо пункт близко, да, да, про пункт тоже читайте там. Смотрите, вообще, что мы видим на этой картинке? Мы видим речку, мы видим протоки, мы видим озера, старицы, зелененьким, да, вот. Затем, видим очень четкую границу, вот здесь вот, да, она прямо отбита, очень четкая, которая деляет зелененькой от беленького. И очень четкая граница здесь, которая деляет зелененькой от беленького. Затем, в рамках, зелененькая, значит, какая-то растительность, раз это видно, что там русло, смотрите, если мы хотим ответить на этот вопрос, давайте мы на него ответим. Вот. И на него, в общем-то, в какой-то мере, вот здесь вот, значит, люди пишут, что, скорее всего, это просто зона растительности в долине, что это просто зона растительности в долине, вот пишет человек, да? Вот, ну и это опытный гидролог пишет, что потоп, вообще, навряд ли у вас все это получится. Вот я написал, что мы видим, что здесь, мы видим разный цвет и видим разные фигуры. Мы видим, что здесь вот разные фигуры, а здесь болото, и здесь болото, вот, и мы видим, что здесь зеленик и здесь не зеленик. То есть, это то, что это растительность, это без вопроса. Ну и ведь если это есть растительность, если она вот так очень четко, то есть мы здесь видим по цвету деления, по растительности, и видим вообще по структуре, что здесь вот у нас есть руслица, 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 а там болотина, 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 сверху и снизу, с северни, южни. Соответственно, вот эти критерии, то, что мы видим, вот потому что мы видим, мы можем сказать, что ну тут она прямо отделена, эта граница, да? Хотя там, например, Максим написал, что он считает, что вот здесь вот с юга, что поймаши шире влево. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, то на него вообще не ответить. Вот, потом, конечно, потом еще что мы видим, это мы видим пункт. Ну и пункт, ну, видимо, его в пойму не засунули, видимо, вот нашли какой-то вот кусочек, вот где-то что-то прицепиться к нему. Ну вот это вот погружение в детали, вот оно как бы нас уведет от сути. Вот, вот это сейчас более ближе к сути. Значит, вот коричненьким это Александр Макаров пишет, а синеньким это вопрошающая девушка. И он пишет, вы хотите определять? Вот. И задает, и задает самый главный вопрос. Так, а что говорят полевики? То есть, не просто что говорят полевики, а вообще по идее, значит, полевикам было дано какое-то задание, это были полевики, они там были, они там что-то делали. Вот, ну и пишет, что полевика гидролога нет. Вот, и геодезисты следов высоких вот не нашли, да? Ну понятно, да? Что геодезисты следов высоких вот не нашли. Вот, и пытаясь по картам, то есть, видите, уже тема, что по выделению границ поймы превращается в другую тему, определить, затапливается площадка или нет. Ну понятно, что это близкие темы, но все-таки надо как бы сформулировать ту тему-то. На какой вопрос-то? Вот если взят договор, взята тема в конкретном участке, под конкретный объект, значит, там в техническом задании прописано что? Вряд ли там написано «дайте ширину поймы», да? Скорее всего, там как раз написано «дайте ширину затопления», вот, разные обеспеченности, соответственно, мы для того, чтобы дать ширину затопления, считаем уровни, потом эти уровни наносим на какую-то подоснову, вот. То есть мы выстраиваем, вот это и есть программа работы. Программа работы, есть техническое задание, в котором прописано, что мы должны дать, есть программа работы, в котором мы выстраиваем, как мы это будем давать. Вот. Ну и потом выясняется, что, коллеги, что пылевика-гидролога нет по штатному расписанию. То есть вот эта девочка, которая задает вопрос, которая должна написать отчет, получается, что других-то гидрологов нет. Ну, как сказать, вы можете сказать, что удивительно, но у многих так. Коллеги, так вот сегодня как раз будет, не то что ответ на этот вопрос, как знакомо, да, вот. Коллеги, я не говорю, что не может быть одного гидролога. Гидролог может быть один. Но сегодня я вам покажу разные функции гидрологов, которые как раз, вот в самом начале сегодня я рассказывал, что мы сделали стандарт инженера-гидролога-изыскателей, и там прописали разные функции. Не просто разные функции одного человека, а разные функции в принципе. Разные функции, которые по логике хорошо бы, если бы принадлежали разным конкретным людям. Одна и та же функция может принадлежать, кстати, и разным людям тоже. Это не важно. Вот. Так вот, здесь такая же ситуация. Коллеги, да, вообще такая ситуация, наверное, у очень многих. Так вот, нам каким-то образом, мы, конечно, никак пока это еще не изменим, но в принципе, во-первых, в связи с тем, что мы разработали проект стандарта гидролога-изыскателей, в котором прописали разные уровни гидрологов, во-вторых, сейчас, если мы пропишем вот эти стандарты процессов, то будет понятно, кто что делает, кто за что отвечает, и кто что кому должен, и кто на что имеет право. Сейчас же, коллеги, у нас каша, у нас есть генеральный директор, или там начальник отдела, который ничего не делает, и у нас у всех так. Во, коллеги. Поэтому вот эта знакомая ситуация, коллеги, мы ее можем решить, коллеги, вот вы, вы сейчас, послушав меня, в некоторой степени, может быть, вы даже ее уже решили, это очень хорошо. Но мы сейчас пропишем вот этот способ решения такой ситуации, когда, когда есть генеральный директор, который говорит, я тебе плачу зарплату, а ты мне выдавай отчет. И мы ему расскажем. Вот мы сегодня, вот ценность будет, а этот стандарт обязует наш руководство к чему-либо? Да. Вот на зеле, смотрите, сейчас этот стандарт не имеет статуса, он имеет статус проекта. И сейчас несколько месяцев, по-моему, 4 или 5, этот стандарт будет обсуждаться. После этого он будет вынесен на, там, какой-то чего-то, чего-то, и в общем, в конце концов, он будет принят, потому что геодезический стандарт уже принят. Вот СРО разработало 4 стандарта. Геодезический, геологический, гидрологический и экологический. Все 4 проекта. 4 проекта разработали. Принят пока только геодезический. Соответственно, вся логика подсказывает, что, соответственно, и гидрометаллогический тоже будет довольно скоро принят. Вот. Где-то, может быть, через полгода. Может быть, в каком-то измененном состоянии. Может быть, не именно в том, в котором он сейчас прописан. Возможно, потому что мы сейчас ждем вопросов, замечаний, потому что по геодезисту и по геологу, они все в разной ситуации. Геодезист уже принят, геолог уже был разослан и получены там 300 замечаний и на них сейчас отвечаются. А гидрометеоролог и эколог только сейчас разосланы. Ждите. Придет к вам тоже. И потом он станет обязан, будет для всех руководств. Но руководство может на него, коллеги, это мне надо отдельно еще рассказать, я не хочу сегодня сильно, поэтому постараюсь коротко рассказать про стандарт именно инженера-гидрометеоролога. Мне надо рассказать еще раз медленно вам и подготовить другие слайды. Почему? Но сейчас я постараюсь рассказать соль этого стандарта, чтобы вы понимали, что это такое. Коллеги, он не очень хорош. Он многим плох. Он плох многим. А вы где-нибудь выложили его, я что-то не встречал. Он сейчас, смотрите, он будет выложен официально где-то на официальном сайте. Но я не знаю где и когда. Сейчас пока, пока мы еще только их собираем, вот эти замечания, он выложен на сайте сро. Ну, сейчас. А, очень просто это. Есть очень просто. Сейчас я на русло видео вам дам ссылку. Я чувствовал, что сегодня будет медленно, но уже совсем медленно. Так, вот, я вам вот эту ссылку, да? А там уже будет ссылка на... Может быть, он не очень хороший, потому что много к чему обяжет исполнителя? Хороший вопрос. И эколога. Да, вот по ссылке, которую я сейчас дал, Александр, здесь ссылка, вы на нее нажимаете и попадаете на сайт нашего сро, и на этом сайте выложены сейчас два, те, которые обсуждаются. Потому что топографы и геолог уже не обсуждаются. Они уже принимаются. Вот. Вот по этой ссылке вы можете скачать проект стандарта гидрометеоролога и эколога. Вот. У нас была сейчас в декабре в Санкт-Петербурге в Горном институте 12-я конференция. Я там как раз об этом стандарте гидрометеоролога рассказывал. То есть те люди, которые там были, там довольно... Ну, не очень много, но нормальному... Было народу. Вот. Они восприняли. В общем... Что плохо? И что хорошо? Вот хорошо как раз то, что я хочу вам сейчас рассказать. Я хочу вам рассказать, что появится вот эта структура. Появится понимание, кто что делает. Волшебники-гидрологи идут в сторону волшебников-геологов, которые рисуют геологию как лучшие художники, и это печально. Да, это здесь вы дочитали, что я написал, что сейчас исполнитель становится волшебником. В данном случае я сказал, что волшебник... Вы говорите, что волшебник, это в смысле, что он пишет фантазии, вместо того, чтобы сделать правильно. Да. Но я сюда вкладывал более такой глубокий смысл, немножко другой, что волшебник в том смысле, что у него нет никаких возможностей, у него нет никаких способностей, нет. Нет, у него нет никаких прав, у него нет ничего, а вот он должен все сделать. То есть волшебник в смысле, что не сделать волшебную лажу, а что сделать волшебное хорошо. Вот. И вот... Вот когда мы сделали стандарт, месяц назад там, я почему-то о стандарте не особо хотел рассказывать. Потому что как-то он казался какой-то вот такой вот, ну, какой-то вот, ну, ну, непонятно, бесполезно, какой-то такой ненужный, какой-то вот обязаловка, вот такое ощущение, ну, так и было. Коллеги, а вот сейчас, когда мы начали делать процессы, вот я наконец понял, для чего нужны были стандарты вот на саму профессию. Потому что, смотрите, стандарты на профессию, которые вот сделаны, которые вы сейчас скачиваете по ссылке, это кто что делает, умеет, знает, его функции. И они висят сами по себе, сами по себе висят вот так отдельно, да, и все. И получается, ну и чего? Вот, вот, а вот когда мы пишем процессы, а процессы это как раз уже взаимодействие, это реализация вот этих функций взаимодействия. Коллеги, давайте тогда уже перейдем. Так, сейчас вот сюда перейдем.